Здравствуйте, меня зовут Роман Вершилов, и я главный редактор сайта antimodernism.ru Мы много раз уже говорили и на нашем сайте и писали о такой замечательной теме, как патологическая речь. Эта патологическая речь, она нас сегодня окружает повсюду. Ей учат в высших учебных заведениях, она льется, конечно, из телевизора и в интернете. Ее можно услышать на научных конференциях, если там выступают, например, православные модернисты или какие-нибудь постмодернисты на обычных научных конференциях. Патологическая речь, она же речи политическая, и, соответственно, все политики говорят на патологической речи. Таким образом, невозможно как-то даже преуменьшить значение патологической речи в жизни современного человека. И вот я решил поговорить на эту тему, тем более, что материала у нас накоплено на наших сайтах антимодернизма Двограда предостаточно. Он даже где-то приведен в систему. Мы будем говорить по следующему плану. Сначала мы скажем немножко о патологической речи, об ее основных свойствах, о том, что это речь лживая, это речь пустая. Это такое основное ее свойство, что это пустая речь. Когда мы обсудим это, то нам придется перейти к противоположности патологической речи, к речи разумной. Затем мы выясним, куда же девалась в нашем мире речь разумная, и если она вообще существует еще как-то. После этого мы расскажем об основных формах патологической речи, где как она кристаллизуется, и где мы ее обнаруживаем, и где мы можем ей как-то противостоять, ну, во всяком случае, различать ее. Хотя она расцвела эту патологическую речь уже в новое время, вообще-то, конечно, на патологической речи говорили люди, ну, скажем так, нехорошие люди, они на ней говорили всегда. И поэтому мы находим и в Священном Писании очень много обличений этой патологической речи, как, где она проявляется. Такой главный момент в Священном Писании, где мы сталкиваемся с этой патологической речью, речью глупой, речью духовно больной, это, конечно, в книге притчи, которая, собственно говоря, вся посвящена мудрости, и по противоположности она обличает глупость. И вот там, в этой книге, олицетворенная глупость, она созывает глупцов к себе. И эта глупость, она не говорит ничего такого особенного, то есть она как бы даже этих глупцов она не обманывает, наоборот, она говорит, кто глуп, иди ко мне. Это такая, можно сказать, прямая речь, она даже как бы нельзя сказать, что эта речь какая-то обманная речь, что она кого-то обманывает или что-то еще. Все говорится прямым текстом, кто глуп, иди сюда. Во многих других местах, и, естественно, и в Новом Завете, обличается речь злая, злословие. И речь лживая под разными именами, естественно, и как ложек, и как лжецы обличаются, как клевета и лжесвидетельство. Ну, мы прекрасно знаем, насколько это такой момент существенный до Нового Завета, Евангелия, история предательства Христа, осуждение его на смерть. Мы прекрасно знаем, насколько там это больная речь, лживая речь, и насколько она важна. Если мы будем тщательно изучать Священное Писание, что оно говорит по поводу вот этой как раз злой, лживой речи, то мы обнаружим, что все-таки основное свойство патологической речи духовно больной – это то, что эта речь пустая. Отсюда постоянное употребление таких слов, как пустословие, пустые слова, праздные слова, за которые по слову Спасителя каждый даст ответ на страшном суде. Обличаются пустословы и в Ветхом и в Новом Завете. Пустословие прямым текстом. И надо сказать, что об этом знали, естественно, уже из первых переводов древнеболгарских, которые пришли на Русь. И там мы обнаруживаем вот в этих первых рукописях, которые читали наши предки тысячи лет назад, такие слова, как пустословие, пустословник, пустошнословие, пустошнословить и пустошнословный. И даже еще такое слово простословие. Итак, речь пустая. И в этом смысле, вот если мы посмотрим, то это нас очень удивляет, потому что мы все воспитаны, мы все мыслим в русле информационной теории языка, которая, ну, скажем, прямо неверна. Информационная теория языка, она состоит, собственно говоря, в том, что по типу передачи от компьютера к компьютеру, ну, скажем так, передается какая-то информация. Получается так, что плохой человек, он что-то плохое передает другим людям. Ну, и тем их, скажем, отравляет. Когда мы начинаем думать, да, и изучать уже Священное Писание и подходить к этому серьезно, то мы обнаруживаем, что, собственно говоря, в чем же тогда пустословие? То есть, если передается информация. Получается так, что вот эта информационная теория, она не учитывает какой-то очень важной стороны в языке. И в языке здоровом, и в языке больном, скажем так. Потому что вот эта пустая речь, она, собственно, ничего не передает. Вот как мы говорили, да, что глупость, она никого не обманывая, никому ничего не сообщая, просто созывает своих каких-то глупцов, каких-то адептов. Просто потому, что они глупцы. Если они хотят пить воды неразумия, то, да, пожалуйста, добро пожаловать. Все. Таким образом, вот этот информационный подход, он просто не верен в отношении человеческого языка. Насколько это плохо, говорить пустые речи. С точки зрения современного человека, он даже этого не замечает. То есть, он не замечает, насколько это плохо. И вот давайте нарисуем такую картину. И она, конечно, совершенно не выдуманная, а такая реальная. Вот протерей Ткачев. Например, он выступает в храме. Или он выступает, скажем, в телестудии. Поставим себя на место людей, которые его слушают. Они слушают его, скажем, там, в интернете или как. И они пришли, у них какие-то вопросы. Они хотят от него что-то получить. Как раз в русле, можно сказать, информационной теории. Они хотят, чтобы он им что-то дал, что-то рассказал. И вот протерей Ткачев, он начинает говорить. И если это перевести, скажем, на бумагу, как-то внимательно в это слушаться, то ты увидишь, что это бесконечный поток пустой, ничего не сообщающей речи. Если ты называешь, скажем, Василия Розанова русским фрейдом, то ты ничего не сообщаешь вообще. Если ты сообщаешь ему, что Розанов был, скажем, там, не знаю, каким-то психологом и вообще православным человеком и кающимся, то ты ему ничего не сообщаешь, потому что этого не было. Таким образом, и мы видим, что с этого ракурса, да, вот если посмотреть не через теорию информации, а посмотреть на то, действительно, какова вообще речь человеческая должна быть и какова она есть, то мы увидим, что и ложь – это тоже пустое сообщение. Ложь – это речь о том, чего нет. Давайте мы подумаем, насколько это плохо. Ты просишь лекарства, тебе дают яды. Ты отравляешься и умираешь, предположим. То есть вот так устроена, да, вот эта вот информационная теория. На самом деле происходит совершенно иначе. То есть человек приходит, он ничего не получает, и он приходит и снова, снова, снова. Он смотрит этого самого протерея Качева, ты слушай, ты слушай, потому что он хочет пить эти воды неразумия. Ну, почему он хочет? Ну, это необъяснимо. Но это так. И он ничего не получает. Скажем, лекции профессора Осипова – это пустая порода. Там нет ничего. Там нет правды о Боге, там нет правды о спасении, там нет правды о человеке, там нет правды о церкви, там нет правды об обществе, там нет ничего. Просто это горы-горы пустого говорения. И вот насколько это плохо, что глупец собирает глупцов вокруг себя. Вот эта пустая речь, она оказывается весьма-весьма социально действенной. Такую пустую речь, ты будешь ее слушать, ее можно положить на музыку, к ней можно добавить какой-нибудь красивый такой визуальный ряд, там березки, и даже что-то еще более затейливое, чем березки. Но от этого суть не меняется. Ничего нет. Но люди это смотрят, и они собираются толпами, они собираются, они это слушают. Таким образом, получается так, что вот этот вот пустой призыв глупости, он оказывается услышан. Писание, оно это показывает. То есть оно это прекрасным образом разоблачает и показывает. И вот мы немножко сказали об этом информационном нуле, который передается. То есть никакая информация не передается. То есть если вы откроете православных модернистов, если вы откроете речь политиков, там Навального или, не знаю, там Володина, да, или кого-то еще, то вы поймете, что эта речь ничего не сообщающая. Она не сообщает ничего интересного. Ничего существенного. То есть ты как раз никакой информации ты не получаешь. Но ты получаешь, скажем, какой-то заряд. Ты к чему-то призван. Ты от чего-то отстранен. Тебя уговорили чего-то не делать. Таким образом, вот эта речь, она становится эффективной. Та же самая информационная теория, она не подходит и к разумной речи. Вот теперь мы переходим уже к второй главе. разговора о патологической речи, что нам надо теперь сравнить с противоположной. То есть понятно, что есть духовно больная речь, есть духовно здоровая речь. Есть речь неразумная, речь глупости, и есть речь разумная. И эта противоположность, она тоже состоит... То есть ее нельзя раскрыть через информационную теорию. Что патологическая речь ничего не сообщает, а разумная речь что-то сообщает. Это как бы вот, например, я сейчас с вами разговариваю, я вам даю две копейки. Вы получаете две копейки. Вот в этом состоит разумный диалог. Ничего подобного. Ничего подобного не происходит никогда. Дело в том, что сам вот этот вот наш язык, он не является просто каким-то каналом информации туда-сюда. Там или какие-то, да, разветвленная сеть информации. Язык — это нулевая степень культуры, базовая степень культуры. И в этом смысле мы находимся все в истории. Мы никогда ничего другому человеку не сообщаем, просто так вот как бы новое. То есть никто ничего нового просто с нуля не говорит. Мы все находимся внутри традиции. И в этом смысле язык, культура, история человечества — это большой-большой разговор, непрерывный разговор, который... И много разговоров, даже так это все можно сказать, да, то есть у китайцев свой разговор. Скажем там, у каких-то нигерийцев у них свой разговор, а у нас свой разговор. У христиан, скажем, у европейцев. У нас свой разговор. И этот разговор у русских, он свой тоже. Он, конечно, как-то включен в общеевропейский, но у нас свой разговор, у нас свои мысли. И у нас своя традиция истолкования. И она, опять же, если посмотреть, то наша традиция понимания мира, Писания, Бога, она как бы не полностью наша. Мы получили ее, да, откуда это значит? Мы получили ее из Византии и через Древнюю Болгарию. Вот наше преемство. Мы оттуда получили способы понимать истину, способы объяснять друг другу эту истину. И вот приходит каждое поколение, и оно не начинает с нуля выдумывать, да, как вообще там устроен этот мир, и что такое священное писание, и что такое искупление, и что такое спасение, и что такое грех. Ничего подобного. Мы толкуем через прошлое. Поэтому не получается просто вот так вот, да, я вам даю что-то, вы это что-то получаете. Или наоборот, вы мне что-то говорите, я это получаю. Ничего подобного. Наш ум, он, ко всему прочему, он еще и сопротивляется этому. Почему такая долгая история? Почему нельзя один раз, скажем, во времена преподобного Сергия Радонежского, всем все объяснить на все времена? Это не получается просто потому, что не потому, что слова дурны. Слова прекрасны, слова совершенны, слова писания совершенны. Это богодухновенное писание. А человек несовершенен. Его ум, он сопротивляется этому. И вот получается так, что вот этот вот наш язык, и в том числе русский язык, это способ выяснения того, что такое истина. Все это происходит перед лицем Божиим. И все это служит проверке того, насколько человек любит истину, ну, любит Бога. Вот какая происходит история. То есть, поэтому не получается это истолковать, когда что-то один дал другому. Один дал, а другой не принял. Один дал, например, скажем, какое-нибудь несовершенное толкование, а ученик принял его как совершенное. То есть, сделал его совершенно. Почему? Потому что он больше любил истину, чем его учитель. Такое тоже бывало в истории. Хотя чаще бывает, конечно, обратное. То есть, угасает любовь к истине. И поэтому вот этот разговор, он как бы угасает. Вот этот разговор вечный разговор, длительный разговор исторический, он угасает. Потому что возникает все больше, больше образованных людей, которые не понимают, о чем идет разговор. То есть, они не любят истину. И они отказываются участвовать в этом разговоре, потому что этот разговор, он разоблачает их нелюбовь к истине, равнодушие к истине. Если мы возьмем такого религиозного индифферентиста, как тропаит Антония Сорожского, скажем, модернисты, восхищаются его беседами, они вспоминают о том, как они на квартирах с ним беседовали и все такое прочее. Но для любого непредвзятого человека понятно, что диалог с таким человеком, он просто невозможен. Разорвана вот эта связь. То есть, если у говорящего нет любви к истине, то даже если ты тоже не любишь истину, то ты все равно с ним не найдешь общего языка. То есть, происходит разрыв коммуникации. И вот как раз, когда мы говорим о том, что патологическая речь пустая, мы об этом и говорим. Мы говорим не то, что разумные люди передают друг другу разум, а глупцы передают друг другу глупость. Глупость – это ничто. Глупость – это не знание. И если можно друг другу передать, например, не знаю, там, светоч, свет, лампу можно передать, то тему друг другу передать нельзя. Правильно? То есть, это ясно совершенно. Вот такая происходит наша история, что Евнух, если мы помним из Писания, из Деяния, он очень удивляется вопросу апостола Фомы, Якона, понимает ли он написанное. Он говорит, как же я могу понять, если меня никто не истолкует. То есть, вот этого простого понимания, да, вот, скажем, ну, представьте себе, да, сколько информации верной, глубокой, таинственной, вечной информации содержит в Священном Писании. Ну, казалось бы, возьми, потрать время, зажги лампу и прочти. И усвой все это. Нет, это не происходит. Мы все находимся внутри традиции истолкования. И вот, неожиданно, действительно, получается так, что некоторые люди, и вот они как раз и называются в Священном Писании, и лжецами, и клепопреступниками, и пустословами, они этот бесконечный разговор нарушают. То есть, он не, он почему-то неожиданно вдруг прерывается. Ну, представьте себе, как в Писании, да, описан диалог между Спасителем и первосвященниками, да, и книжниками, которые его судят. Не происходит диалог. Он невозможен. И вот, такое было во все времена. То есть, в этом смысле патологическая речь, она не составляет какого-то прям удивительного явления в наших дней. Оно было всегда с первого лжеца, с первой лжи, и с отца лжи. Это ложь, она идет. Это патологическая, обманная речь. Она идет. Христианское государство и церковь, они защищали этот диалог, этот разумный разговор, вот эту передачу толкования от одного к другому, эти вопросы от учителя к ученику, они сохраняли на какой-то капсуле, да, не позволяя лжецам и критопреступникам разрушать это. Почему это нужно? Вот казалось бы, то есть разумная речь передает истину, а значит глупая речь передает ложь. Конечно, разумный человек умнее, чем глупый, правильно? То есть это понятно, да, вот в этом смысле я не говорю об умственных способностях, я говорю о глупости в библейском смысле. Это духовная глупость, это не любовь к истине, вот что такое глупость, да. Так вот, значит, разум вроде бы он должен сразу разрубать эти вещи, ложь называть ложью, глупость глупостью, все. Ничего подобного, ничего подобного не происходит. Это очень, вот этот вот разговор разумный, он исходит из того, что все стороны любят истину. Одни больше, одни меньше, и этот разговор служит выяснению того, кто больше всех любит истину. как только в этот разговор втискивается человек, который истину не любит, он к ней равнодушен, ну, как митропоэт Антоний Сорожский, то разговор сразу прерывается, то есть его, это очень тонкая нить этого разговора, потому что она основана на нравственности. Это нравственный диалог, ну, в том числе, да, то есть у этого разумного диалога много, много чего есть, вот я об этом говорил, но это в том числе, это вопрос нравственности, поэтому как только туда втискивается софист, обманщик, лжецк, лжесвидетель, этот разговор, он сразу прерывается, в нем как бы что-то перестает работать, и вот для этого и нужна была вот эта защита со стороны государства, со стороны церкви, и государство и церковь, они определяли тот закон, что об истине может говорить только тот, кто любит истину, то есть, конечно, опять же, я говорю, что, естественно, лжецы были всегда, обманщики были всегда, эритики были всегда, разного рода, да, и там, и сям, потом появились идеологи, то есть, конечно, естественно, это, ну, так должно быть, но так бывало не всегда, иногда целые народы, они теряли этот общий язык, этот общий, эту нить этого разговора, они, может быть, даже переставили существовать такие народы, или переживали какие-то страшные крушения в своей истории, и вот, когда вот этот контроль за разумным диалогом, он исчезает, начинает, он ослабляться начинает, то есть, разные происходят события в мировой истории, которые прерывают вот этот контроль, то есть, церковь как-то отвлекается от этого в чем-то, да, значит, государство рушится, или переживает какие-то бедствия, войны и прочее, прочее, то есть, ему сейчас не до этого, но в целом, это необъяснимо, почему в свое время это пространство разумного диалога неожиданно исчезает полностью, нам достаточно сказать, что просто это происходит, да, пятьсот лет тому назад, и одним из первых таких проявлений этой патологической речи, вот, прям расцвета, это была, конечно, реформация, и вот что происходит, очень интересно, вот если почитать эту историю реформации, то сразу начали возникать вот эти диалоги, дискуссии между католиками и протестантами, католики, они были, ну, естественно, как говорится, не без греха, да, и не без повреждения, но культура разумного диалога, она у них сохранялась, и это было постоянно так, то есть эти были вот эти диспуты, научные диспуты, богословские диспуты, они постоянно происходили в средние века, это, ну, как бы было частью даже образования, и, в общем, этому специально учили, и все такое, вот, и поэтому ничего нового, да, вроде как не произошло, потому что сами реформаторы, они были в прошлом теми же католиками, которые прошли ту же самую школу, и вот начинается дискуссия, и вдруг неожиданно, перед лицом, да, какого-то там, они судились, да, какого-то там короля, протестанты и католики, возникает странная история, что нет диалога, то есть почему-то невозможно найти, дискутировать, почему-то католики и протестанты потеряли общий язык, а они потеряли очень просто, они потеряли потому, что неожиданно Лютер, ну, и другие, конечно, реформаторы вслед за ним, он стал говорить на патологическом языке, и это было основой вообще вот этой вот всей реформации, потому что она сразу обратилась к вопросам языка, то есть сразу весь вот этот, все наработки гуманизма были выброшены и извращены, вся схоластика, которая шла, естественно, от античности, она была тоже уничтожена, то есть это все не нужно, и начинается разговор на уровне уже, ну, лозунгов, так столь нам всем знакомым, хорошо, только писание, ну, что это как не лозунг, то есть, ну, ведь с одной стороны это как бы вроде, если так вдуматься, да, то есть, ну, прекрасно, только писание, очень хорошо, потом ты смотришь на эти горы, горы книг, которые написал только один Лютер, потом ты смотришь на, значит, христианскую догматику Карла Барта, такого гиганта 20 века, протестантского модернизма, да, и это самое большое сочинение в истории человечества, и ты к этому прикладываешь этот лозунг протестантский, да, только писание, ты понимаешь, что что-то здесь не так, это, вот это только писание, значит, что-то другое, оно значит только одно, да, что мы прерываем традицию толкования, вот эта, которая была, вот о чем мы говорим, мы больше не хотим разговаривать на человеческом разумном языке, мы хотим выдумать свой язык, там, скажем, оправдание веры, ну что, это неправильно, прекрасно, оправдание веры, ну это значит совсем не то, что сказано, вот и все, это просто там разрушение, учение добродетели, это подрыв добродетели, это попытка построить новую церковь на новых основаниях, новое общество на новых основаниях, вот что такое оправдание только веры, это не имеет отношения к оправданию только веры, и к вере это не имеет, и к оправданию это не имеет отношения, это только лозунг такой, он на самом деле, вот если ты очень пристально, пристально посмотришь на эти лозунги, которые тут же возникают у первых реформаторов, информаторов, то они пустые, у них ничего нет. Это команды, это социальные команды, которые группируют и королей, и герцогов, и простых людей, и они создают свое традиционное толкование. То есть, вот что получается. Вот какое новое явление. Теперь мы уже переходим к третьей части, говорим уже опять о патологической речи. И вот неожиданно, вот эти вот 500 лет тому назад, вот эта реформация, все, патологическая речь, она сразу становится всюду. Почему? Я же говорю, что разумная речь, вот этот разумный диалог, он как бы, он беззащитен перед ложами. То есть, если ты, скажем, человеку доказываешь на основании писания что-то, а он в ответ тебе говорит лозунгами, то он непобедим. И диалога нет, и диалога не будет никогда. И ты сам, если ты вступаешь в эти диалоги, да, вот они сейчас тянутся, тянутся эти экуменические диалоги до сего дня. И они, конечно, приобрели уже в наше время вот этот диалог, скажем, с протестантами, православных с протестантами. Вот буквально на днях там какая-то встреча там с какими-то евангеликами из Финляндии произошла. Она имеет только тот смысл, что у православных модернистов и модернистов протестантских у них общий язык. То есть, смысл только в этом. Но православные не могли бы договориться с протестантами. То есть, вот просто сесть и что-то обсудить, вопросы веры и так далее. Потому что со стороны православных это должна быть речь разумная, а со стороны протестантов отказ говорить на разумной речи и такая как бы воля к тому, чтобы говорить на языке духовно больном, пустом. И единственное, что ты можешь сказать, что я в этом не участвую с вами. Вот вы мне это все говорите, а я не хочу иметь с этим ничего общего. То есть, православный, вот как бы, если он вступает в диалог с Лютером, то он единственное, что может ему сказать, нет уж, брат, нет. Я с тобой не буду об этом говорить. Я тебя не понимаю. Разговаривать я с тобой не буду. И давай мы на этом заразойдемся. Я с тобой не хочу иметь ничего общего. Вот это, да. То есть, вот это будет как бы такой, ну как, разумный ответ на патологическую речь. А если ты будешь вести разговор как обычно, думая, да, что тот, кто говорит на патологической речи, говорит как бы на языке разумном, и что можно перейти, да, от этой пустой речи, ее чем-то наполнить, давайте мы как бы как в топку, да, бросим в эту пустую речь, в эту пустую говорильню, скажем, отца Андрея Ткачева. Давайте мы туда бросим немного православия, давайте его зовем там к совести его. Что произойдет? Ничего, это все сгорит. Это все сгорит. То есть, надо погасить топку, и тогда можно что-то, туда какие-то правильные письмена положить, и они тогда не сгорят. Да, тогда, может быть, что-то от них останется. Вот такова картина. Патологическая речь всюду. И она принимает в новое время, она принимает уже такие индустриальные масштабы. То есть, появляется книгопечатание, потом часто масса информации. Естественно, патологической речи учат. То есть, учат как? Учат, ну, например, наши православные академии, скажем так. Ну, и, естественно, наше высшее образование светское тоже самое. То есть, она учит как? Она учит говорить на патологическом языке и учит вот слышать эти команды, которые передаются с помощью патологической речи. То есть, вот так вот. Она учит пустословию и учит слышать эту пустую речь. Что делать надо? То есть, ты услышал, что тебя зовет глупость? Что надо делать? Вот этому учат на примере, в том числе, русской классической литературы и так далее. И вот что происходит. То есть, последняя, как бы, стадия того, что происходит. Патологическая речь всюду. И то, что осталось от разумной речи, ну, прежде всего, священное писание, святые отцы, они все уходят в эту топку. Они все перерабатываются в залу, там, да, они отапливают какие-то, я не знаю, там, здания. Но от них ничего не остается. То есть, все. Разумный разговор, вот это вот, да, где люди разговаривают, да, между собой. Выясняя, любят ли они истину. И кто больше любит истину. Вот. Ничего этого не происходит. Все. Это все кончилось. Теперь мы настолько преуспели, что мы и уже разумную речь, то есть, вроде как, речь наполненную смыслом, мы понимаем тоже как пустую. Поэтому, например, тебе будут говорить, что, ну, священное писание, оно, собственно говоря, не учит никаким истинным догматическим. Оно учит, как правильно поступать. А когда ты переходишь к тому, что, ну, как же, священное писание, то что оно действительно учит, как правильно поступать. А это тоже неправильно, потому что это же тоже понятие, как правильно поступать. И этому тоже оно не учит. Оно тоже этому не учит, священное писание. Оно учит не судить. То есть, таким образом, для модернистов, святые отцы, священное писание, вообще все, что написано от начала человечества на разумном языке, это все пустая речь. И ее учат так читать и понимать. Вот, и чтобы завершить наш разговор, я скажу о том, куда же девалась речь разумная. Вот хорошо, мы так описали, такую, можно сказать, апокалиптическую картину, всю патологическую речь ее учат. Все это, как бы, разумная речь слаба, она куда-то исчезает. Вот куда же она исчезает? Разумная речь, она не исчезает полностью. То есть, если вы хотите в этом увериться, возьмите просто священное писание. Она никуда не исчезает, разумная речь. Она вечно звучит. Она звучит для всех. Она звучит на понятном языке, на понятном всем любящим истинам. То есть, это, как бы, надо зарубить себе на носу. То есть, никакой вот в этом смысле. То есть, все плохо, но, с другой стороны, в общем-то, ничего не изменилось от создания человечества. И вот эта разумная речь, она не исчезла. Просто она ушла в область частной жизни. Она ушла в область твоей личной мысли. Вот где должна быть разумная речь. Если тебе не с кем поговорить, сам себя испытай перед лицом Божиим, перед Священным Писанием, перед Святыми Отцами. И сам себя испытай тогда. Если найдешь единомышленника, да, как говорил Святитель Игнатий, если хотя бы одного найдешь, единомышленника, с которым ты можешь говорить, считай себя счастливым. Вот это вот, да. Вот Святитель Игнатий это понимал прекрасно. Что писать не для кого, да, он говорил, да, незачем. И все в таком духе. Это правильно совершенно. Но, с другой стороны, разумная речь, хотя она остается, вот уходит как бы куда-то вглубь, в частную жизнь, да, разговоры на кухнях, если так можно выразиться, разговоры не для записи. Она все равно существует. То есть ее нельзя, то есть истину нельзя устранить из мира людей. И она судит, судит эти, значит, наши речи, наши дела, наши слова, наши мысли. И в этом, да, вот в этом, в этом продолжается разумный разговор. Но почему же разумная речь, вот раз она такая хорошая, и она передает истину, почему она не может стать публичной? Почему же она загнана куда-то там на кухне, куда-то под пол и так далее? Почему ей не учат, ну, в конце концов, я не знаю, там с кафедр в православных академиях? Просто потому, что одна из сторон этой патологической речи, вот этой власти глупости, если так опять же говорить, возвращаться к книге притчи, власть глупости состоит в том, что она определяет, что публично, что не публично. Сила патологической речи, она является социальной. Это власть над обществом. И она прежде всего состоит в том, что вот это мы считаем публичным, это мы считаем частным. То есть в частной жизни, пожалуйста, ты можешь думать все, что хочешь. Публично не смей. Власть глупости проявляется еще в том, что вот эти вот властители умов, они присваивают себе право изменять значение слов. Ну, например, если вспомнить митрополита Сергея Старогородского, то, что он делает, это не политика. То есть лояльность к советскому режиму – это не политика. А новомученик – это политика. То есть когда они отказываются выполнять несправедливое, неканоничное решение митрополита Сергея. То есть это уже политика. Почему? Ну, просто потому. Ну, потому что он стал заместителем места Блестителя, митрополит Сергей. Он стал главным. И он имеет право говорить. Да вот теперь вот, значит, слово политика – значит это. Вот это. То есть служение Советскому Союзу – это не политика. А, например, молитва за сыльных – это политика. Поэтому мы ее исключаем. Запрещено. Все. Выпускаем циркуляр. 27-го года митрополит Сергея тут же выпускает циркуляр. Что нельзя молиться за заключенных. Публично нельзя. Ну, частно ты можешь, пожалуйста. Это твое дело. А публично в церкви, на нигде нельзя. Все. Запрещаем. Это не политика. Вот так оно и происходит. Разумная речь, она в каком-то смысле, ну, насильственно отправлена в эту частную жизнь. Жизнь двух единомышленников, трех единомышленников. В жизнь души она отправлена. Разумная речь. И вы понимаете, ей там хорошо. Вот для того, чтобы завершить наш этот разговор о патологической речи на этот раз. Ей там хорошо. Разумная речь. Потому что человеку хорошо любить истину. Хотя это и больно. Хотя это и больно, потому что человек, он греховен, несовершенен. Его ум сопротивляется истине. Он не хочет судить. А вынужден судить. И его суд тоже подлежит суду уже божественному. Но результатом является любовь к истине. И ничего выше этого нет. Это наивысшее счастье, которое доступно человеку, чтобы предстоять перед Богом с чистым сердцем. Не с пустым сердцем, а с чистым сердцем. В следующий раз я бы хотел продолжить, может быть, на будущее разговоры о патологической речи. И там нужно уже будет поговорить конкретно о, скажем, лозунгах, о каких-то мастерах патологической речи. А на этом я прощаюсь с вами. Это был Роман Горшилл, главный редактор сайта antimodernism.ru